Адвокат генерала Попова высказался после второго отказа в домашнем аресте, он не виноват ни в чем. 235-й гарнизонный военный суд оставил генерала Ивана Попова под арестом в СИЗО. Корреспондент Царьграда Альгиз Микульскис рассказал, как прошло заседание. Генерала Попова просили перевести под домашний арест, однако 235-й гарнизонный военный суд не стал удовлетворять ходатайство следствия о смягчении меры пресечения. Попова оставили в СИЗО. В зале судебного заседания генерал Попов сидел без наручников, но за стеклом, а не рядом с адвокатом, как это было во время предыдущего судебного заседания. Корреспондент Царьграда Альгиз Микульскис рассказал, что после оглашения вердикта суда многие журналисты, находящиеся на заседании, были удивлены, потому что все-таки ждали смягчения меры пресечения. Сам генерал решение суда воспринял спокойно, но было заметно, что он все-таки надеется на благоприятный для себя исход дела. И еще один момент, генерал может обжаловать решение суда в течение трех суток. Его адвокат Сергей Буйновский, отвечая на вопрос корреспондента Шот, сказал, что защита пока еще не приняла решение о подаче апелляции. Буйновский также добавил, что Попов держится стойко и не считает себя виновным. И сам адвокат считает также, он не виноват ни в чем. Напомним, Ивана Попова, известного как генерал Спартак, задержали 17 мая, однако первая информация об этом стала появляться только 21 мая.